Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И вы видите, я сижу перед чистым столом, что редко бывает. Это значит, что никакого фуда сейчас, никакого продукта фотографии, никакой предметки, ничего не будет, а будет несколько другая серия. То есть я хочу начать делать шпаргалки для себя. Почему? И что за шпаргалки? Это видео шпаргалки. Дело в том, что я заметил, что когда я что-то учу, то самый легкий способ для меня это сделать видео шпаргалки. Наверное, со школы осталось. Я любил шпаргалки писать. И тогда я могу быстро обучаться. То есть я делю материал так, как я хочу. Я сам себе объясняю, насколько могу, понятно. И, понимаете, я делаю короткие, действительно шпаргалки. Я делаю короткие, допустим, если я беру программу какую-то, тоже ZBrush я брал, да, я начинал интерфейс потихонечку, потихонечку, потихонечку. С версии третьей, по-моему, это не CS3, это третья, я не знаю, это какой-то год был, 98-й, наверное. Вот теперь уже никто ее не помнит. И потихонечку я дошел, но и до сих пор я знаю 80%, потому что я знаю только то, что нужно мне. И так же и здесь. Какую программу я хочу изучать? Я хочу программу изучить Stock Submitup. Так, по-моему, называется она. И зачем? Вроде как у меня там помощники есть и так далее. Но, ребята, дело в том, что мне стало интересно попробовать, допустим, после вчерашнего, когда Ричарда пофотографировал, мне захотелось попробовать посмотреть, как отнесутся стоки просто фотографии мои. У меня есть хорошие фотографии собак, у меня есть хорошие фотографии натюрмортов, у меня есть хорошие собаки кошки и так далее. То есть, и еще куча идей всяких, вы вчера, или когда я вам показывал, у меня куча разной посуды, которые с Арины я могу снять. И мне стало интересно, насколько это востребовано. Я не могу своих добровольных помощников к этому подключать. Это ясно, люди работают за бесплатно практически, да. Они помогают, и не надо их вот пользоваться, их помощью в своих корыстных целях. Поэтому я решил сделать так, что я возьму эту программу сейчас, загружу ее и буду потихоньку изучать. То есть, мой метод в том, что не делать огромное видео, где я расскажу все функции сам себе. Нет, я сам устаю, если я такое часовое видео смотрю, да, я потом начинаю стыкать там, 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 там. Ой, а где же это было? Ой, а где же там язык-то можно поменять? Кстати, это невозможно. Поэтому я делаю маленькие видео, где я сам себе объясняю, как с этой программой работать, и сразу же запоминаю. Так что вам придется с этим как-то смириться, что день, два, три, наверное, я буду грузить видео, касающиеся только этой программы. Да, потому что я хочу ее изучить. Я уже сказал, зачем. И это самый лучший и простой способ для меня, когда я сам себе начинаю объяснять. Я так запоминаю лучше. Меня не раздражают тогда чужие чавканье во время еды, гнусные голоса какие-нибудь, или визгливые. Например, ну, знаете, иногда бывает трудно кого-то слушать, не мне вам объяснять, а самого себя любимого запросто. Поэтому я с этого и начну. Сегодня у меня будет введение и открытие интерфейса. И дальше я буду, возможно, я не знаю, как это будет выглядеть, но может быть по 3-4 видео в день у меня будет. Так что смиритесь с этим пока. Тот, кто эту программу знает, может мне помочь, просматривая ее. Где-то я, может быть, не то он включил, не ту галочку отключил. Вы давно с этой программой работаете, и мне можете сразу в комментариях сказать, э-э-э, вот там. Хорошо. А те, кто никогда с этой программой не работал и хочет научиться, тем тоже моей шпаргалкой будут в помощь. Я думаю. Поэтому давайте мы не будем долго разговаривать. Времени не так уж много. Начали.